Всем доброго времени суток. Во втором выпуске Альманаха я рассказывал про игру каратэка. Как бы на практике это вроде бы как битмап. Технически. Идете слева направо и лупите одинаковых врагов. С боссом в конце. Но на деле это по сути чистой воды файтинг. Бои-то проходят один на один. Знаете как во многих файтах вставляют режим выживания, где вы на одной жизни должны всех победить. Ну так вот, каратэка по сути прародитель этого самого режима. Ибо жизнь у вас на все про все одна. Проиграли, начинайте с самого начала. Тогда я упомянул, что у игры был ремейк 2013 года выпуска. И я тут ребят подумал, это же не файтинг нифига. В общем, решил сделать кратенький обзор как экстра. Итак, игра начинается так же как и оригинал. Нашу подружку Марико похищает варлорд по имени Акума. Нет, не этот. Вот этот. И теперь нам надо ее спасать. Начинаем опять же как в оригинале с края скалы, на которую мы только что поднялись. И должны пройти по тропинке через множество врагов до дворца злодея. Управление проще некуда. Так как тропинка одна, у вас всего лишь одна кнопка движения. Вперед! Когда доходите до врага, то оба встают в стойку. Тут у вас четыре кнопки. Блок, удары рукой и ногой и супер. Бои проходят так. Сначала вы блокируете, потом атакуете. Какие удары вы наносите не имеет значения, меняется только их анимация по сути. Если вы будете бить сходу, то противник будет соблокировать. Тут вам надо ждать его атаки и вовремя нажимать кнопку блока, чтобы открыть его для контр-атаки. При этом, если прислушаться, игра каждую атаку врага будет сопровождать небольшими звуками, сигнализирующими, какую атаку применяет враг и сколько в ней ударов. Таким образом, получается, что вся игра это по сути КУТЕ с элементами ритм игры. По мере того, как дубайсить врагов, у бац будет расти энергии для супера. Периодически вам будут попадаться цветы вашей возлюбленной, которые будут восстанавливать вам хп. После поражения героя вы увидите кат-сцену, как он падает со скалы и его место занимает монах. Тут стоит отдать игре должное, ибо они убили сразу двух зайцев. Во-первых, дали игроку дополнительной жизни в виде других персонажей, а во-вторых, сумели рассказать хоть и простенькую, но все же историю без единого диалога. Собственно, у вас как бы получается три жизни на этот раз. После поражения монаха его место займет тупой Верзила. Персонажи, правда, отличаются лишь внешне. От того, кем вы закончите игру, также зависит концовка. Вот, собственно, и все. Все бои представляют из себя одинаковые КУТЕ, отличается только тайминг и количество нажатий кнопок. Лишь пару раз за игру попались противники, которые действительно могут застать врасплох. Смертельных ловушек в игре нет, но ястреба вернули. Правда, он не такой скотина, как в оригинале. И игра проходится, по сути, за полчаса, и по-настоящему сложными здесь будут только боссы, которые не сигнализируют о своих атаках с помощью звуковых сигналов. Так что метод проб и ошибок вам в помощь. Внешне игра смотрится очень даже неплохо. Локации очень красивые, сады там всякие, бамбуковый лес, водопад. На некоторые задники можно полюбоваться. Звук в игре довольно важен, из-за геймплея. Поэтому им просто необходимо было сделать все на отлично. Музыка тихая и спокойная, там где она вообще есть, не отвлекает от геймплея. И самое главное, не перебивает нужные вам звуковые эффекты. А вот персонажи слишком стереотипные и однообразные. По роже так вообще и не все братья. Игрушка вроде-то неплохая, разок пройти стоит. Я купил ее на распродаже за 30 рублей, и как по мне, для игры на полчасика это вполне нормальная цена. Ну а у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об этой игре, рассказывайте о канале друзьям. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!